Рукоприкладство вместо обучения. Следователи изучают видеозапись урока игры на пианино, во время которого преподаватель бьет и оскорбляет ученицу за ошибки. События разворачиваются в обычной квартире. Педагог – студент последнего курса консерватории. Сейчас он задержан. Что грозит агрессивному преподавателю, разбиралась Екатерина Побокова. Репетитор по классу фортепиано Мгер Махсудян не стесняется в выражениях перед восьмилетней ученицей. Не знает, что каждое его действие и слово фиксирует спрятанная в детской комнате камера наблюдения. Шпионскую аппаратуру в своем доме установил отец девочки, после того, как дочь пожаловалась на поведение учителя музыки. 23-летний Мгер Махсудян – студент Московской государственной консерватории имени Чайковского, лауреат престижных российских и международных конкурсов пианистов. Играть на фортепиано он учит и детей от шести лет, и взрослых. Час занятий обходится в тысячу рублей. По московским меркам недорого. Возможно, низкая цена и подкупила родителей восьмилетней москвички. То, что занятия предусматривают физические наказания, они явно не предполагали. Вот на записи камеры он пинает по стулу, бьет девочку по рукам и с ненавистью толкает ребенка. Такое обучение эксперты называют не иначе, как вымещением злобы и собственного непрофессионализма на учениках. И отмечают, что таким, как Мгер, в педагогике точно не место. Он просто издевается над ребенком. Это понятно. Это видно. Но я не могу понять, как это допустили родители, в том смысле, что они же должны были прийти к нему, к репетитору, на первый урок. Конечно, это просто очевидное жестокое обращение с ребенком, с которым, конечно, должна разбираться полиция, следственный комитет. Там, наверное, и суд уже точно определит меру наказания. Ребенок всегда реагирует на то, что нравится ему или не нравится. Он производит радость. Если этой радости от занятий нет, то точно что-то происходит не так. Поэтому родителям обязательно нужно смотреть на то, как ребенок реагирует на те или иные занятия. Состыковывается он с преподавателем. Нет ли у него конфликты. Инцидент с восьмилетней ученицей в итоге закончился для репетитора задержания. За что предполагаешь? Да. По факту нанесения побоев сотрудники следственного комитета возбудили уголовное дело. Следователи дадут всестороннюю и объективную оценку всем действиям мужчины. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избраны меры пресечения. Судя по всему, Гермах Судян занимается репетиторством несколько лет. Поэтому следователи подозревают, что восьмилетняя девочка не единственная, кто мог пострадать от слов и рук учителя музыки. Екатерина Побукова, Анастасия Бекер, Вести, дежурная часть.